Осколки стекла, следы крови, искорёженные автомобили. Всё это последствия аварии, случившейся в пятницу вечером в Григориопольском районе. 27 числа, примерно в 20 часов 30 минут на автодороге Тирасполь-Каменка, в районе 35-го километра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств. При данном дорожно-транспортном происшествии есть погибшие, а также есть люди, которые получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла на пересечении дорог в районе Ташлыка, в момент, когда 22-летний местный житель выезжал на «Фольксвагене» из села на трассу. «Я выезжал с той улицы, вышел на трассу. На трассу я подождал, пока пройдут. И уже дальше не помню, кто ударил меня, как ударил, не помню. Ты с кем был? Я один был». Судя по характеру повреждений на автомобилях, «Фольксваген» не уступил дорогу «Опелю», который двигался по главной в сторону Григориополя. От удара машину отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем марки «Опель Зефира». Молодому человеку, находившемуся за рулем автомобиля «Фольксваген», можно сказать, повезло. Он единственный из участников ДТП, кто уцелел в этой страшной аварии. 40-летний водитель «Опель Комбо» скончался в реанимации Григориопольской больницы. 27-летняя терраспольчанка, находившаяся в этой же машине в качестве пассажира, погибла на месте. 44-летний житель села Виноградное, управлявший «Опель Зефира», в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Центральной районной больницы. У пострадавшего диагностировали перелом костей таза, множественные разрывы и ушибы внутренних органов. До позднего вечера сотрудники милиции вместе со следователем фиксировали следы дорожно-транспортного происшествия, составляли схемы движения автомобилей. Все собранные материалы лягут в основу уголовного дела по факту гибели людей при ДТП. Продолжение следует...